Так, раз, два, три, четыре, пять, картинка пошла, звук пошел. Так, я сейчас буду трогать микрофон, будет, наверное, странные звуки издавать. Так, всем привет, кто уже подключился. Так, Андритек 44, здорова, Вил Турн, привет. Звук, картинка все нормально, если норм, то, я думаю, начнем. Так, привет всем также, кто не отметился в чатике еще или вообще просто не желает. Я вас понимаю, я сам такой. Так, ну что, я, короче, сегодня не знаю, что будем делать, но мы что-нибудь придумаем. На первый взгляд, все нормально, ну, все отлично. Если мои слова были услышаны, это уже большой прогресс. Так, ну что, локация у нас подходит к концу. Я не добил ящик, но я не хочу его опять ковырять на стриме, но если вдруг пойдет туго, то будем делать ящик, а если нет, то будем делать что-то другое. Я надеюсь, до ящика не дойдет. Так, что-то я хотел поделать. Сейчас посмотрим тут листочек. Так, мы сегодня, возможно, будем текстурить кресло, вернее, дотекстуривать. У нас еще один пас будет, так сказать. Модное слово. Так, это у нас что такое? Это кабина. Не знаю, тут надо по идее вот эти вот панельки еще прорисовать. Я, честно говоря, затрудняюсь, что там может быть. Я бы какие-нибудь автомагнитолы сюда панельки нарисовал, но, возможно, не надо. Я так подумал, что все равно в эту кабину никто не заглядывает. Как-то что-то есть, и бог с ним. Вообще, самолет оказался, наверное, самой сложной темой в плане того, что очень много я лишнего сделал, чего можно было бы повыкидывать, и легче моделька была бы. Так, сохранить. И меньше бы времени я на нее потратил. Вот. Но получилось, как получилось. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Так. Видно, что тайл какой-то жесткий у всей этой истории. У него надо будет как-то разбить чем-то. Вот будем этим сейчас заниматься. Так. Что если туда переключатели сделать? Много слишком работы. То есть сейчас уже нужно все финалить, и я просто оставлю как есть, честно говоря. Вот. Не знаю. Самолет планировался как такая штуковина, которую можно отдельно продавать. Но, честно говоря, он получился настолько коряво, что я скорее его для опыта, что он сделан ОК. Вот. А отдельно продавать, наверное, не буду. То есть он будет просто как довесок к паку. Пускай будет так. Внешне он, ну, выглядит норм, но если бы я сейчас сделал бы его, ну, типа, всю локацию заново, я бы его, конечно, совсем по-другому сделал бы. Так. Давайте какую-нибудь грязючку. Попробуем что-нибудь. Э? 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 Э, почему так? Оу. Какие странные карты запеклись. Так. Сейчас будем разбираться, что не так со всей этой историей. Ммм, пу-пу-пу-пу-пу. Кажется, у меня есть догадка. Сейчас будем разбираться. Так. Чипсики. Здорово. Рад тебя видеть. Боже. Каждый раз, когда вижу этот никнейм, прям душе становится хорошо. Очень удачный. Алексей Косушкин. Привет. Рад тебя видеть. Расскажите, как у вас делишки. У меня как-то все сумбурно, потому что сейчас я пытаюсь добить локацию уже, чтобы к майским праздникам все было готово. так. Газмит. Надеюсь, правильно прочитал. Привет. Вот. Поэтому, не знаю. Угораю со всей этой темы, конечно. Угораю в смысле горю. Так. Давайте посмотрим, то есть, что у нас получается. У нас вот это кресло, оно находится здесь и чайр хай. Вот в чем дело. А кресло хай у нас находится в другом месте, поэтому ничего не запеклось. Будем исправлять. Так. Чайр финал. Виннекс. Господи. Как все... Как... Как всего много. То есть, вот. Это хай моделька, а это лоу. И мне прям интересно, почему же она не запеклась как следует. М-м? Есть у кого-то догадки, что пошло не так? Так. Воу-воу-воу. Так. Привязка какая-то стоит. Ну-ка, давайте-ка. Я надеюсь, они не сильно различаются. Тихонько. Угу. Так. Так. У меня все хорошо доделало MP7. У-у-у. MP7. Есть такой ствол. Есть такой ствол. Это же ствол. MP5 знаю. MP5. Как ее зовут в игре Rust. Иностранцы. Парк. Валерьян Дью... Дикло... 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 Наверное, так. Привет. Так. Я был надренного учесть моделировать. Эмм... Страшный путь ты избрал. Хех. Но я обещаю... Но я это... Желаю тебе успехов на этом пути. Да шучу. Отлично. Моделирование это прикольно. Так. Эмм... Так. Ну я посрался при создании модель. Какого-то фига. Пропал сейф. Бывает. Эмм... Важно то, что ты после этого стал сильнее внутренне. Поэтому... Держись. Так. Так. Лерена Дикло... Спрашивает. Как дела? Дела отличного? Дела это прилично. Даже не знаю, что еще рассказать. Неделя прошла как в тумане. Честно говоря. Так. Пытаюсь правильно поднять уровень английского языка и осваивать Blender. Ооо... Слушай, примерно ты описал последние полгода моей жизни, наверное. Параллельно пытаюсь поднять уровень английского языка и осваивать Blender. Это прям... Даже, наверное, больше полугода ты сейчас описал моей жизни. Так. Н8он. Здорово. Рад тебя видеть. Так. Давно не сходил. Да. Я уже по тебе соскучился. Так. Что у тебя нового? Какой проект сейчас делаешь? Сейчас делаем... А я не знаю, на каком проекте ты был в прошлый раз. Ну, скорее всего, это ангар. Да. Потому что... Ничего не изменилось. Вот. Ээээ... Ээээ... Его доделываем уже. Дикловина. Дикловиан. 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 Ооо... Сложно. Ээээ... Ээээ... Я одну пробу на 60% встречал в кетчап. Отличная проба, кстати. Валериан. Ооо... Тяжело. Не умею я в имена. Можно я тебя Валерианом просто буду звать? Так. За момент моего отсутствия на твоих стримах я уже сделал Ferrari 812 SF. Я считаю, что ты с пользой потратил время просто. Так. Ну, что все? Ну, так. Лучше смоделировать. Так. Intudor пишет... Ах, что ты... Давай, Антон, ты смотришь. Все просто. Нужно просто прочитать текст и понять его смысл. Так. учатся моделировать хочу срезать свои собственные проекты не забрасывать их мне кажется я обречен это трудно потому что свои проекты они на то есть свои что у тебя нет душой человека который будет типа такое и ты ленивая продолжай пилить проект то есть в этой ситуации этим человеком должен быть ты и исполнителем должен быть ты поэтому это конечно сложно я сам иду по этому пути и не знаю насколько удачно но что-то получается но больше не получается конечно но таков путь идем по шажочку становимся лучше чтобы потом в конце все исчезло за мгновение печально как-то прозвучало ладно нормально все будет так биджа здорово как дела так возможно запекать текстурки уже с готового типа окружения возможно запекать текстурки уже с готового окружения затрудняюсь можешь как-то сузить вопрос что имеется ввиду но запекание это обычно с одного объекта на другой объект то получается возможность запекать текстурки с одного окружения на другое окружение текстурки окружение плодных уже формы комнаты делать ну самое первое что мне приходит на ум вот в такой формулировки это типа фотограмметрия когда ты фоткаешь помещение условно говоря вот у тебя получается какой-то ну огромное количество фоток потом-то из этих фоток софт специально собирает сетку вот и по сути да ты потом с вот этого объекта который получится у него будет своей вот этой текстурой ее можно на более упрощенный объект который ты поверх этого как бы сделаешь да можно перепечь ну там будет только карта цвета диффузка раф нас и там другие карты придется как-то самому доделывать потому что пока они не умеют компуктерные мощности снимать еще и раф нас там и все догадываться или уже умеют но я еще не слышал об этом так как считаешь мне получится писать модель видео используя и ви да почему нет нет возможности рендерить анимацию месяц видео циклах поэтому свой сбуду над иви мне кажется это норм тема там же тоже и ви можно выкручивать на полную он у тебя не будет ну в реал ну или там с низким фпсом короче выдавать картинку вот но тебе как бы какая разница тебе же видос от рендерить поэтому норм ну конечно качество будет не как циклосе но зато не будет такого что ты типа там в пятницу поставил рендерится и в среду у тебя вылетает проект и удаляется все что на рендер 3 дня работы псу под хвост сейчас перевел буду господи что случилось ужас какой-то так на фотки трекеры ставить надо не не обязательно там скорее насколько я помню если фоткаешь это если одна фотка я имею ввиду фотограмметрию там типа много фоток со всех ракурсов и они потом генерится облака точек кажется это так называется потом из него уже делается меш вот там трекеры не нужны так фото гармитрия нет она в другом софте делается есть платный бесплатный бесплатный по-моему называется так сейчас ребля мне какой-то был по-моему он миш миш ром называется вот так вот я вот такой пробовал ну вроде получается но я сильно не разбирался так так сейчас дочитаем и будем дальше что делать так есть бесплатный прога есть фотка под определенным углом выставляешь угол как фотки вводишь блендер такое тоже умеет да есть такой став как же ну блин в каком-то из стримов заходила речь о нем я название не помню был аддон blam а потом ребята которые этот аддон blam делали он собственно для этого и нужен типа там на фотке выставляешь направляющие которые перспективу задают и он посчитает потом как камеру поставить и какое фокусное расстояние у камеры вот и он типа и потом можно да по фотке прям ну то есть как по фотке ты просто моделишь ну там экструдируешь стенки допустим и они совпадают с фоткой который ты устанавливаешь вот эти ребята вот если найти этот аддон blam там наверное можно будет найти что эти проблем закрылся мы теперь делаем софт который вот так называется вот и там будет название вот этой программы который тоже он там в этой проге короче фотку загружаешь и потом можно экспортировать типа положение камеры в блендер вот там как в спой нет он не спой или да я сейчас посмотрю что такое в спой может быть наконец-то запомню это оно или не оно да я в спой все верно так что еще так вопрос как убрать проблему screen space reflection к бокам экрана отражающих материалов сделать материал стекло видимо через другое стекло сделать материал стекло видимо через другое стекло суши я честно говоря не знаю в чем проблема то что я иви не знаю а по поводу стекла по моему он такое не умеет вообще иви если это стекла тачки то я бы сделал их типа глухими непрозрачными но у тебя там наверно на модели на тот еще интерьер не знаю как поступить царю так уроки нужно сначала до конца смотреть так ничего что я остался работал на реверси 279 вообще ничего ну когда-то пересядешь мысли на новую версию имеет смысл уже наверно 3 подождать когда там выйдет сейчас у нас по моему 2710 ой 2 92 у них будет 293 long term поддержка на год а дальше уже будет третья версия вот я вот собственно жду 293 наверно на нее пересяду и буду ждать третью часть так сказать компания поддерживает да но так эмм не только интерьер на фарах много стекла под другим стеклом суши я не квалифицирован чтобы тебе рассказать как там все это работает я реально не подскажу может кто то чёте ребят помогите человеку хорошее дело сделать так ну ладно эмм давайте продолжим окей это у нас high правильно select f9 так f9 это я сам себе настроил если что если кто то будет потом повторять эмм так props пум 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 chair здесь high так тут в принципе можно все наверное экспортнуть так чем делаем эмм пяу 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 это удаляем и типа заново закидываем chair high так и id вот так попробуем сработает нет интересно ну все молимся запекаем так какие то по моему о о о о о о о ну а ушка запеклась кайф так так сразу видно Вот теперь можно баланс покрутить И он типа будет такой оп-оп Я не знаю, правда, что я этой ушкой хочу сделать Наверное, затемнить Просто Типа грязюки сделать Но на самом деле не грязюки А скорее такой, типа, вариативность Внутри меша Странно как-то вот Тут выглядит Вот это что такое Вот это что такое Волны какие-то Нет, что это происходит вообще Это нормал плохо запекся Да, это нормал плохо запекся Опачки Нас ожидает Похоже Веселье с нормалом Так Что надо увеличивать Frontal distance Все, мы же мастер пойдем Я так чувствую Так, смотрите Надо Normal только печь Матч 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 Баймешней Анти-алиасинг Надо И Давайте побольше попробуем еще поставить Базядя Я не хочу Запекись Нормально Нет, не хочет Нет, не хочет Почему нет такого, что здесь Не знаю, кисточку берешь И подмазываешь Классно Так Давайте посмотрим В чем же проблема Сильно Далеко Distance Вот этих вот мест Очень не хочется Вообще не хочется Так Окей Так Оу Хайк Так Значит, надо здесь Все обозвать Set low Ой Так Find Нет, не find Replace Set name Suffix Low Так Прикольно Опачки Что это такое Какая-то желтая штучка у меня Выскочила В ютубе Наверное, что-то сломалось Но я надеюсь, нет Так Ну, теперь нужно заменить Find Replace Low Low 0-1 Заменить просто low Вот 9 Low Так, ну что, идем в армасет Сегодня, видимо, будет квест Так Так, делаем Бейкер Заодно покажу, как Мормасет И пеку Так Quick Load Вот Чпоиньк Ангар Пропсы Самолет Кресло Low High Так Здесь отсюда надо Фу ты, блин Вот я это Молодец Так Самолет Кресло Вот эти Так Вроде бы оно Все Разложилось Отлично Так High Прячем Low Прячем Да, все Окей Вставляем Low Так Нормалка Сделаем 1000 Печем Только Normal Так Нам нужно Сказать, куда Мы его печем Вот здесь Cheer А, о, cheer Normal У меня тут уже Запечено Так Cheer 2 Так Ну это я Наугад Всегда ставлю Я вообще не знаю На что это влияет Сэмплы Тоже что-то дают Формат 16 И пускай будет С запасом Так сказать Ну Бэйки Смотрим А, надо еще Вот это нажать Так Ну и чего А тут все идеально Сразу пропеклось Хотите сказать Серьезно что ли Вот вы Спрашиваете меня После этого Антон Почему ты пользуешься Мармасетом Да потому что он печет Божественно Так Делаем 2К Заодно Сразу Зампин Запечем Погнали Так Блин Лучшие 2000 рублей Которые потратил В стиме Купил Мармасет Так ЛТС версия На 2 года Вроде Возможно Я имею ввиду Что да Там Типа Через год Сейчас идет ЛТС Версия 2.83 Через год Начнется 2.93 Ну типа Когда там Начнется И будет 2.83 Еще год И когда 2.83 Закончится Пройдет Год 2.93 Сейчас Сложно будет Ребята Средоточьтесь И После этого Начнется 3.03 По моему Версия Или 3.3 Я на как-то там Не помню Какой нейминг Будет Вот Получается Два года Да На каждую Эту версию Просто они С нахлестом Удут В один год Как бы Так Он реально Включил Бундруш 79 Ну Тогда тут Не нужно Переживать Мне кажется Нужно просто Пользоваться Тем что Работает Потому что 79 норм Проблема с Протцом У меня двое Знакомых И за это Сидят на Двое Семь Минус Решение Менять Железо Дорого Так Ладно Я спать Доброй ночи А то завтра В колледж Да Вавил Терн Удачи Так Что по спекам Сцена Сколько миллиардов Полигонов Уже есть Слушай Смешная история Получилась Я на курцах Спросил Типа Как померить Сколько полигонов И мне сказали Что Нет способа Померить Сколько полигонов То есть Ну Реально Нету Надо будет Поискать Может какое-нибудь Решение Может какой-то Аддон Есть Вот Ну я вообще Сегодня запустил И что-то ФПС уже Не 120 На фуллскрин Открываю Уже там 8-10 просадочек До 70 И я такой Опачки Вот Я думаю Там Ну миллионов 10 Может 15 Так Кубун ролл Здорово Стрим начался Полчаса назад Кубун ролл Наверное Не знаю как Правильно Добро пожаловать Рад тебя видеть Всех рад видеть Вовсе молодцы Слушайте Ребят Надо байтить На донаты Что-то уже Донатов давно не было На монитор Деньги не собираются Жена переживает Как-то вообще Очень плохо Я сейчас байчу На донаты Короче По-братски Кому не жалко Скиньте Полтинчик Ой блин Я бы посмотрел Чтобы так Кто-нибудь Клянчил деньги Какой-нибудь Топовый стример Сидит Такой Типа Ребят По-братски Не хватает Полтинник А ему такие У тебя минимальный донат 200 рублей Такие ребята Пожалуйста Так Ну что Наша задача Теперь заключается В чем Нам нужно найти Текстуры Закинуть Закинуть Пейнтер Правильно Правильно Так Прожект Чепонько Чепонько Кидаем Так Выделить Выделить Текстуры Прожект Импорт Все Это Сюда Это Сюда Я только Не знаю Вот остальное Все Как оно Запеклось Возможно Тоже Фигово Ну в целом Выглядит Вроде норм Возможно Там Вот В курватуре Если Вот эта Фигня Запеклась Еще Где-то То Оно Какой-то Вариативности Наоборот Задаст И Мы Не будем Переживать По этому Поводу Так Это Что Так Это Я Ой Как Странно У меня Засвистело В горле Так Я думаю Какой-нибудь Оржан Живенький Что-то Такое Коричневато Сделаем По Насыщеннее Получится Кресло Интересней Так И Я думаю Сделаем То же Самое Но Не с Эмбин Так Люжином А с Курватурой И мы Наоборот Попробуем Высветлить Эту Тему И Сделать Что-то Вот Такого Да Как-то Вот так Блин Нормал Кубу Приглушить Интересно Это Возможно Так 10 Миллионов С Лоу Поли Объектами Либо Два Объекта Это Лоу Польки Да Ну Как Лоу Польки Они Уже Лоу Польки Там По 5000 Треугольников Многие Весят У меня Много Неоптимизированной Графики Вот И Из-за этого Еще Так много Получилось Но вообще Насколько я понимаю Типа для Десктопных Историй 10 миллионов Это Нифига Не много Вот Это Типа Вообще Норм Можно Больше Кажется Эмбин Слишком далеко Темноту Своя кидает Ну Может быть Я не Сто Так Ну Смотрите Вроде Нечешно Так Единственное Что мы Хотим Вырубить Хайт Нормал Метал Рафнус И здесь Тоже Нам Цвет Только Нужен Я хочу Чтоб Рафнус Он Вот Этой Штукой Крутился Так Ну вот 40 Был Там Мас И Вот Эту Штуку Мы Положим В Папку Так Черная Маска И вот Color Selection Кстати Попробуем Айдишка Запеклась Да Айдишка Тоже Что-то Как-то Так Себе Запеклась Я понял Так Тогда Через Айдзи Через Меж Выделение Вот это И вот это Выделилось Нет Ммм Чтоб Там Не очень Во Сейчас Прожалось Почему-то Все Такое Поинтереснее Как-то Стало Я думаю Надо еще Какой-то Грязючки Тоже На основе АОшки Ее Кстати Можно Делать Сразу В этой Папке Вот Возьмем Сразу АО Генератор И мы Сделаем Холодный Тон Какой-нибудь Типа Синий Но Супер Десатурированный Вот Такой Чтобы Контраста Немножко Дать Серый Не хочется Хочется Чтобы он Немножко Был Подкрашенный Но Совсем Чуть Чуть Вот И Тоже Эмбиент Но мы его Как-нибудь Сейчас подумаем Подконтрастим Наверное Молодцы Ну может быть И не подконтрастим Может быть Наоборот Контраста Поменьше Сейчас Сейчас Придумаем Вот И какой-нибудь Фильтр Типа Блюр Слопа Чтобы Все Выглядело Не знаю Надо Как-то Тогда Все-таки Поконтрастнее Так И Вот этой Штуки Мы уже Сделаем Roughness И он Будет Далеко Не Таким Глянцевым Что-то Вот такое Не знаю На самом деле Как вот эта вот Кожа пачкается Я думаю Что-то Вот такое Сделаем Просто Убавим Опасти Пускай Так Будет Сойдет Так Эмм Как Роман Воулин Пишет Нормалку Приглашить Убиваешь Запеченную Нормалку Кидаешь Ее На Фил лэйр дальше убираешь нормал или хай и уменьшаешь значение давайте попробуем так так убиваешь на фил лэйр что прям вот так куда таким тинест тинст тиньс так а как не убить убавить норму я буду так что на Ну да, ну вот мне кажется, если вот так сделать, получше становится, ну, чё думаете, 50, 70, 60, да, вот так, наверное, а то она какая-то прям совсем лютейшая была, на мой взгляд, так, нам будет ещё грязюков тут накидать, спасибо за советы, Роман, очень дельно, мне почему-то не пришло это в голову, не знаю, есть такая тема, что прям, ну, со временем этот набор инструментарий как-то расширяется, но обычно, не знаю, упарываешься, вот, от ней те же действия делаешь, внутри каких-то рамок прям одними теми же приёмами текстурирую, ну и моделью тоже, наверное, вот, и... и иногда там, не знаю, через полгода узнаёшь какую-то суперочевидную вещь и такой, блин, почему я раньше об этом не знал. Так, можно ли как-то сделать так, чтобы на плоских поверхностях были видны блики? Артем спрашивает. Ну, смотри, блики, они как работают? Вот, вот, в PBR истории, я сейчас про игровую именно историю, про PBR расскажу. Всё, что отражается, это не настоящее отражение. Всё, что отражается, это отражается... Блин, как показать, чтобы environment был? Ну, вот, так, blur, вот, есть такая вот картинка, она вроде как сферическая, эта фотка, и вот все отражения, которые у нас есть на нашем объекте, это на самом деле отражается эта картинка. Это сделано для того, чтобы эти отражения были, ну, дешёвыми с точки зрения расчётов, потому что делать настоящее отражение в реалтайме мы не можем. Очень, ну, то есть это занимает слишком много, там, RTX в этом плане, наверное, нас приближает к этому, но пока что всё равно нет, не бывает такого реалтайм расчёта. Вот, соответственно, блики, это просто у тебя вот эта картинка, вот сейчас я её спрятал, но на самом деле отражается всё равно она. На плоских поверхностях это ты находишь положение, где там есть какой-то источник света на вот этой штуке, засвечиваешь и делаешь как бы блик. Вот здесь блик появился. Как-то так. Так, сколько лет по твоему лору этому стулу поведу он очень задрипанный? Я думаю, несколько лет. То есть, да, он такой уже поюзанный. Я сейчас не готов рисовать там, типа, коцки, что он где-то драный, там, зашитый, но он настолько старенький. На RedBlender есть возможность импортнуть сразу несколько файлов? Затрудняюсь ответить. По-моему, нет. Так, Yoda. Control, прожми при импорте. Да ладно. Так, я вообще стараюсь каждую текстуру кидать на отдельные слои, чтобы было больше контроля на них. Тоже можно накинуть кучу всего. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Каждую текстуру. Ну, ты имеешь в виду уже именно там, допустим, с фактурой какой-то. Если типа деревяшка, то дерево тоже кидаешь в отдельный слой. Ну, в смысле, запеканка отдельно и какие-то фототекстуры отдельно. Просто я не знаю Ну остальные-то нет смысла запеченные Карты кидать Я так с деревяшками делал Когда палету делал И ящики Там да Причем самое клевое, что можно в принципе Очень дешево Хайт и рафнос Из фоток просто выгнать И они конечно прям Сильно добавляют Реализма Не знаю, ленюсь я это Но надо чаще использовать Реальные фотки Они к реализму конечно супер добавляют Так, кстати помню У меня инженер Была такая беседа Так, это все понятно Спасибо, но на выпуклых поверхностях Когда рафнос увеличиваешь Видны отражения окружения На плоских нет Но это как бы зависит от Положения камеры И положения Источников света На вот этом вот окружении Ну не только окружения Но и вообще источников света То есть тебе по сути Нужно там Если забликовать как-то То нужно специальным образом Разместить Источники света В том числе Тогда будут блики То есть ты как бы Расставляя источники света Управляешь Где у тебя будут блики Но опять же Это под положение камеры Ты не можешь Сделать Чтоб все время бликовало Так Блендер Про полигональное Моделирование Инженерия Треботочная С модели Поэтому кат В этой отрасли Лидирует В больших индустриях Слушай, не Я имел ввиду Что блендер Не стандарт В индустриях Не инженерных А именно В художественных штук Потому что Во всяком Художественном Типа кино Игр И вот этого всего И даже Всяких интерьеров Там конечно Кады не нужны А в инженерии Только кады Как ты будешь Полигонально там делать Как мы работаем Тихо Разрешаем модель Вектор На Левом Сейчас Ну по сути Да Но есть такой Пейплайн Что В кадах Рисуют Типа художественные Штуки тоже Именно из-за того Что Ну типа Хардсерфейс Очень хорошо Рисовать в кадах Ну как хорошо Там такие Интерфейсы Я бы Этот Попробовал Fusion 360 Сейчас Хитро Поступлю Так Окей Погнали Так Нет Стоп Тут надо Какую-нибудь Тоже Аошную Карту В принципе Я вот эту грязь По идее Могу вытащить За пределы Но она тут Ничего нам не дает Похоже Вот здесь Дает Немножко Да Это норм Ну Грубовато Имеет смысл Там конечно Можно еще Поделать Каких-нибудь Веселых Манипуляций Так Давайте Попробуем Так Ну кстати Я хотел Вычесть Эту историю Но мне кажется Она и Выглядит Неплохо Давайте Лайтен Макс Так Единственное Я бы Попробовал Чтобы я Попробовал Может быть Еще один Эмбенд 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 Да Вот это Конечно Страшно Выглядит Но Какое-то Очарование В этом Есть Так Лады Да Та 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 так давайте наверное эту штуку мы подкрутим да много контраста много баланса не знаю может быть тоже пускай блюр с лопом очень конечно генерированно получается в этом плане так и вот здесь мы уже будем сабтрактить так я думаю сначала попробуем что-нибудь может быть такое things ну допустим да почему нет так может быть что-нибудь опять же так вот это по моему не генерированная история что это или это то же самое что я там кидал boost spread гардерти у меня другое good так тоже сабстракт сделаем полностью здесь тоже лучше не полностью ну допустим такое себе не знаю пока получается так себе так себе ну допустим так можно еще глобально какой-нибудь кинуть грязюку так ликса наверно нет может может так р макс или я ее уже кидал вайп дасти вроде нет так но она с какими-то направлениями мне это не очень нравится так сорян что я погрузился с головой сейчас я найду какую-нибудь красивую карту ну ка ууу ну конечно просто дюрт ну кстати вот такие какие-то разводы По идее мы можем ее покрутить Что-нибудь такое И подвигать Так, ее по-хорошему еще треплонаром бы накинуть Так Ну А че? Неплохо Так, естественно Вот так вот Эй, что происходит Пожалуйста, сохранись Так, уже сохранился Еще раз сохранимся Так, почитаем Так, Ренат Сабиев Привет, скажи, сложно ли тебе было записать уроки с полноценовой в начале своего пути на ютубе? Слушай, на самом деле всегда было сложно Потому что Ну не знаю По моим ощущениям, чтобы записать один вот ролик там, который ведет, ну, 20 минут Должен потратить В лучшем случае часа 3 В худшем случае часов 8, наверное Такой прям плотной работы Вот, соответственно, чем больше качества Ну, это вот 3 часа, это, наверное, вот как я тогда делал Халявным способом То есть Самый халявный способ оказался просто пробовать дубль за дублем заново Вот А как только я начал монтировать, это просто какой-то ад начался Это сразу в 2 или в 3 раза больше времени стало занимать Вот Опять же, там сразу просыпается перфекционист Очень много всего хочется сделать Какие-то дополнительные, там, графончик вставить Какие-то штучки, анимации Вот, это сильно все удлиняет Поэтому фиг знает Мне кажется, оно того не стоит Так, почему не делаешь уроков? Ну вот поэтому и не делаю Что хочется моделить, а не монтажом заниматься Писал сценарий, под него подрезал видео Так Записал сценарий Записал тутер, писал сценарий Озвучил По поводу озвучки видео Слушай Мой совет Записывать сразу тутер Сразу голос и сразу видео Вот И Написать себе на бумажке просто какие-нибудь направляющие истории Ну то есть, типа тезисы, которые ты хочешь рассказать По ходу дела Вот И Вот по этим тезисам, типа идти Если у тебя дубль не получился Ты просто останавливаешься, там, делаешь какой-нибудь себе сигнал Вот Ну, не останавливаешь запись, а просто продолжаешь Типа начиная опять с этого тезиса Вот А потом неудавшиеся все штуки вырезаешь Вот Но, опять же, вырезание Это все-таки монтировать придется Вот Самый идеальный способ, насколько я знаю Это просто С одного дубля отторобанить Весь урок Вот И с первого раза, естественно, это не получится Там раза с Дай бог, с 20-го Выйдет Но это будет Круче, потому что Это монтировать Не обязательно Вот Ну или проще монтировать То есть, ты записал и сразу выкладываешь Но Там получается все очень медленно Со всеми вздохами Ахами Поэтому Сейчас просто очень Высокое требование к роликам на ютюбе Оно не такое, как было, допустим, 5 лет назад Или, там, 10 лет назад Поэтому Тут фиг знает Я бы на твоем месте бросил это дело Шучу Если душа просит, делай Вот Как-то так, короче Мысли такие Так Умбромасад Системные требования Полегче в сравнении с Substance А, вопрос Да я бы не сказал Мне кажется Substance Ну, во-первых, это две разные программы Они делают разные вещи Вот И На мой взгляд Не знаю Нет у них никаких системных требований Если у тебя более-менее Современный компьютер В ноутбуке, наверное, да А так Не знаю Так, интересно Я наконец-то смог попасть на онлайн Добро пожаловать Рад тебя Так Мироман Здорово Greenlex Я просто сказал Смузи Блендере Наткнулся на это Транслес Нормальная тема Но все равно Добро пожаловать Смузи Это норм Тема Я иногда делаю В блендере Этот Овсянку с бананом Очень вкусная тема Типа Если варить кашу в лом Прям фигаришь Типа молочка туда Овсянку Бананчик И взбиваешь В стакан наливаешь Потом С кайфом Выпиваешь Так А зачем стул? Отличный вопрос Вот Для этого самолета И еще Вот для Вот этого Места Чилиного Так Особенно бесит Когда на монтаже Понимаешь Что-то забыл сказать Да Но В монтаже Кстати Плюс в том Что ты можешь Спокойно дописать Этот кусочек И вставить его Так Привет Пересмотрю Твой стрим На CGI Ты крутой Интерес Поставить На втором Мониторе Когда моделируешь Ништяк Рад Что понравилось Вообще Я приятно удивился Когда увидел Свои стримы На CGI Вот С одной стороны Порадовался С другой стороны Мне жалко людей Которые все это смотрят Потому что Инфы полезные В этих стримах Много Но проблема в том Что она разбросана Как Жемчуг Не знаю По полю И Там какую-то Здоровую мысль Одну На стрим Услышать Это конечно Слишком много Контента Поперелопачивать Но Не знаю Боль Не могу Ролики делать Могу стримы Только делать Простите меня Люди Так Акума Здорово Так Ну что Давайте посмотрим Что получается Не знаю Прям супер Угорать Не будем Пускай будут Такие вот эти Так И Финалочка Paint Так Это же мы маску Рисуем Правильно Мы значит Ее будем Вытирать Сейчас Так Что происходит Paint Давайте Вот такую Flow Что-то Жестко Давайте Flow Какой-нибудь Полегче Так Мы вытираем Вот здесь Потому что Здесь Типа Сидят И здесь Грязюки Должны быть Поменьше Вот 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 здесь Глава Здесь Сто пудов Поменьше И Кстати Мы Можем Сделать Paint Это у нас Типа будет Roughness Этой же Кисточкой Гоняем Вот так Оп 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 Не знаю Получилось Вообще Что-нибудь Алло Roughness Дадим Color Какой-нибудь Дадим Вообще Ничего Почему Серьезно Я X Не нажал I Да Е Так Тут Типа Голова Плечи Ну ладно Так Эмм Давайте Поменьше Дадим Скорее Вот такое Что-то Должно Получиться Да Как-то Так Так Color Отключаем Roughness Пускай Будет Ну Такое Не знаю Насколько Это нужно Было Чуть-чуть Чтобы здесь Поблестючее Было По краям Меньше Эмм Ладно Парываться Не будем Так Здесь Это конечно Странно Все Выглядит Так Давайте Тоже Какой-нибудь Такой Штукой Дотрем Тоже Угу Ну С этой стороны Оставим Пускай будет Так Стопы Почему Здесь Черная Штучка А здесь Белая Вот это Странно Так Черный Пластик Черный Пластик Черный Пластик Что Что-то Там Во Так Я так понимаю Вот эта штука Тоже Она без Того Материала Я потому что Переделывал И она Не Присоединилась Так Paint 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 Такое Эм Я думаю Имеет смысл Побить Немножко Тоном Получается Это один Вот этот Такой Желтоватый Пластик Блевотный Немножко Простите За За Все Так Просто По тону Разобьем Multiply Paint Так Возможно Вот эту Штучку Просто Затемнить И все Побьется Вообще Да Как будто Но вообще Честно Говоря Я бы Наверное Вот эту Подтемнее Сделал Так Давайте Вот это Немножко Или Нет Так Норм Так Давайте Сделаем Еще Один Paint Вот эту Штуку Затемнем А Стоп Не Надо Multiply Делать Вот так Вот здесь Уменьшать Здесь Мы тогда Будем Как раз Управлять Так Вот эту Штуку Делаем Темнее Нет Светлей Господи Что я делаю Остановить ее Вот так Мне кажется Не знаю Сильно лучше Не стало Но Что-то Поделали Наверное Оно Не зря Было Так Лады Теперь Какой-то Микродетализацию Хочется Так Все Остапа Понесло Не будем Обзывать Никак Слои Так Давайте Чтобы Маску Было Видно Сделаем Какой-нибудь Злой Цвет Так Ну Какой-нибудь Гран-руль Сейчас Фиганем И все Сразу Заиграет Надеюсь Здесь Такое Мне кажется Это Немного Не то Сейчас Может Контрастом Подожмем Не думаю Что здесь Такие Могут Быть Повреждения На этой Штуке Их Нужно Немного Иначе Будет Политься Что это Одинаковое Кресло Они там Близко Стоят Друг Друг Давайте Вот так Просто Сделаем И Все Нормально Как будто Все Хорошо Выглядит По-уродски Честно Говорю Это Пятно Вообще Дурацкое Я уже Не могу Надо Заканчивать Так Давайте Это Там Точно Коцик Быть Не может Пускай Будет Я бы Их Оставил Может Быть На На Вот этих Металлических Штучках Сильно Меньше Да И Все Наверное Тут Имеет Смысл Запихнуть Это В Папку И Выбрать Будет Вот тут Будет Тут 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 И тут Все Наверное Д Д Меня Меня устраивает Получилось Честно Говоря Так себе Но Лучше Чем Было Так Экспортим Закидываем И Общаемся Чатом Вообще Давайте Поспорим Как это Будет Смотреться Если 1к Текстуры Сделать Мне кажется 2к Здесь Я здесь Не натекстурил На 2к Ну Немножко Детализация Проседает Мне кажется Пофигу Так Давайте Sharp Так А как он Filters Как он Называется Шарпин Пунк Ну И Че-нибудь Так Немножко Получше Стало Все Не будем Даже Выгонять Такую Адскую Эту Фиг с ним С Текстур Денсити Будет Поменьше Выглядит Все равно Прилично Так Сид 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 Здесь Интересно Хорошо Хороший вопрос Нет Это Здесь Окей Дыш Так Стало Стало Более Блестючо Мне Это Не Нравится Почему Стало Более Блестюч Так Давайте Посмотрим Во-первых Давайте Почитаем Чат А потом Будем Разбираться Так Нормально А профиль В зебре Лепил Нет Это Я Сделал В Блендере Симуляцию Ткани Там Можно Надувать Ткань Хотелось Попробовать Попробовал И получилось Неожиданно Неплохо Относительно Можно Было Конечно Получше Сделать Но Как-то Так Какой Крутой Кресл Ну Да Можно Кстати Добавить На кресло Дырку Я Не Готов Сейчас Еще Дырку Делать Так Спинка Пластиковая Металл Пластиковая Для Смотр Сто Из Блочек Флаймер И Как Сто Ништяк Найс Сколько Может Стоить Такое Кресло На Стоках Да Черт Узнает Я Думаю От Бесплатно До Баксов Сто Но За сто Мне кажется Его никто Не купит Потому что Нафиг Нам Нужно Вообще Продажи На Стоках Вещи Очень Непредсказуемые С точки Зерения Типа Востребованности Каких-то Вещей То есть Какие-то Вещи Которые Очевидно Нужны Их Уже Много Сделано Всяких Вот А Какие Очевидно Не Нужны Это Не Очевидно Что Они Не Нужны Вот И поэтому Фиг Знает Спрос И Предложение Это Знал бы Прикуп Так Окей Почему Так Блестит Сильно Ну По ощущениям Это Так Стоп Смотрим Грязь Рафмус Грязный Так А вот Это Что Так Что 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 Это Просто Слой Который Который Ничего Не Делает Кайф Так Окей Тут Рафнаса Нет Ну То 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 Блин Блин Вот Тайл Кожи Такой Отвратительный Получился Прям Не могу Грязь Господи Тут Еще Такой Шарп Жесткий Мне Кажется Надо Подубрать Тут Грязю Което Так Это Мы Добавляем Пускай Она Вот В Складках Будет А Здесь Не Будет Так Flow Уменьшаем Ну Как-то Так Я Прям Думаю Прям Жесткий Его Делать Не Надо Такое Что-то Ну Такое Не Знаю Что-то Был Менее Блестючим Не Стал Почему Ну Возможно Просто Этот Материал Вот Настолько Блестит Ладно Пускай Будет Такой Блестючести Не Устраивает Так Сохранить Читаем Чат Так Спасибо Спасибо за Это Не За Что Обращайся Я Правда Что Сделанную Модельку Блендер Можно Перенести В SP И Там Намного Лучше Затекстурить Все Верно Слишком Хорошо Надут Согласен Блин А может Быть У меня Странное Чувство Что Текстуры Не Обновились Давайте Посмотрим Сид Unreal Engine Нема Так Куда Мы Их Скидывали Опачки Так Вот Он В чем Делал То ID Так Сид А Нет Все Правильно Hangar Текстур Сид Unreal Engine Да Hangar Текстур Сид Unreal Engine Давайте Еще раз Глянем Так Но Если Мы Закинули 1024 Тогда Да Она Типа Обновилась Все Это Те Самые Текстуры Все Хорошо Это Паранойя Просто Ладно Значит Они Вот Так Выглядят В Таком Освещении Ничего Не Поделаешь По поводу Надудости Не знаю Вроде бы Мы Прибрали Normal Но Тут В принципе Кардинально Мы Изменить Ничего Не можем Хотя Кстати Попробуем Как это Будет Почему Normal Intensity Стоит На 100 Может Меньше А Это Не Normal Все Прошу Прощения Но Они Все равно Надутые Будут То есть Это Моделька Такая А так Мы Детали Совсем Убьем Так Сколько Бо 60 Все Короче Антон Смирись Получилось Как Получилось Двигайся Дальше Так Точно Антон Услышал тебя Антон Так Ну что Давайте Посмотрим А Прощай В Жу Так Ну вот Отсюда Стол Отлично Выглядит Он Где-то Там Вдалеке Значит Все Хорошо Так Читаем Могу Дочитать До Конца Слишком Надуто Согласен Чем В самом Блендере В разы Легче Потому что Substance Painter Он заточен Под то Чтобы Текстурировать Текстурировать Вот Делать Довольно Неплохие Текстурки А Блендер У него Инструментарий На мой взгляд Еще сыроват Для текстурирования Многих Вещей Нету Которые Позволяют Как-то Это Более-менее Автоматизировать Приходится Руками Делать Принадувание Подставить А Типа Принадувание Поставить Какую-нибудь Модельку Это Усадить Короче Команди Ну да Кстати Хорошая мысль Мне в голову Не пришло Как новые Есть такое Не знаю Первый опыт Блин Первый блинком Получился Этот стул Проклят Там Некрономикон Под Обивкой Так Еще вопрос Как максимально Круто Можно сделать Каменную стену Или кирпичную Просто наложив Текстуры Кирпича Блондер Выходит Отстойно Что Можешь Посоветовать Так Что Могу Посоветовать Есть Есть Такой Сайт Порнохаб Называется Так Есть Сайт По названию Текстурис Сточка Ком Тут Есть Брик Вот Есть Клевые Материалы Бриков Например Вот Такой По-моему Здесь Можно Бесплатно Скачать Тут Есть Типа Баллы У тебя По умолчанию Если аккаунт Создать Или Без аккаунта 15 Бесплатных Баллов Ты можешь Скачать Текстуры Размером 1024 На 1024 За бесплатно И тут у тебя Сразу Типа Цвет Нормалка Roughness Аошка Зачем-то И Это Хайт Хайт У нас Для Дисплейсмента Подойдет Ну Он так и называется Дисплейсмент Вот Собственно Берешь эти текстурки Запихиваешь их в блендер И подключаешь В нужные слоты То есть Это надо посмотреть Как PBR текстурки Подключаются Нормалка Roughness Альбедо Дисплейсмент Я не знаю Зависит от задачи То есть В Играх Он используется Есть Тисселяция А есть Еще Этот Паралакс Окклюжен По-моему там Я не уверен По-моему там Карта Хайта Используется Нет Есть еще Какой-то Бамп Но тоже Он такой Своеобразный Короче Тисселяция Наверное Лучше всего Подошла Но она Ресурсоемкая Вот А если тебе Не важно Ресурсоемкая Или нет То Вот Дисплейсмент Есть Можно Довольно Такую Типа Неплохую Стенку Сделать Вот Ну Либо Вообще Не париться С этой Фигнёй А просто С нормалкой И с Альбедо И с Рафносом Если 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 Только Закинуть Уже Будет Хорошо Лучше Чем Просто Стенку Если Сделать Как-то Так Я бы Рекомендовал Начать С этого А потом Уже Тогда Если тебе Будет Более Плотно И Это Интересно Все Копать В Сторону Типа Как Делаются ПБР Текстурки Надеюсь Помог Так У нас все равно Будет Плоская Ну С нормал Карты Она Будет Делать Вид Что Она Не Плоская Хотя Она Плоская А Если Ты В Дисплейсмент Засунешь Дисплейсмент Тогда Она Не Будет Плоской Дисплейсмент Он Геометрию Делает Но Тебе Нужно Будет Стенку Сильно Подразделить И Тисселяция Также Работает Она Сильно Подразделяет Твою Сетку Дисплейсмент Карты Ее Типа Выдавливает Туда Сюда Как Ну Так Ну Что У нас Тут Куча Народа Собралось Всем Привет Как Ваше Ничего Так Уже 22 23 Так Мы Потекстурили Сегодня Кресло Уже Неплохо Что Нам Еще Нужно Поделать Так Дотекстурить Кресло Скрипя Сердце Делал Эту Задачку Зеленой Теперь Сделано Так Еще Какой-то Я косяк Видел Что У меня Почему-то Странный Материал На Полу В Самолете Так 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 Мм Мм Так Изолейт Ау Ты что Так А Это Крылья Двери Двери Кстати Не Дотекстурил Стекла Вся Ковер Любопытно Корпус Крылья Так Это Крылья А там Тогда Что Было Так Ладно Сейчас Вопрос Не Об Этом Что Я Не Могу Понять То Есть Здесь Все Хорошо Что Ль Да Здесь Типа Ковер Что Да Очень Странно Смотрите На такие Супер Грязные Кресла Внутри Но Того Требует Скорость Делания Блин Двери Надо будет Еще Текстурить Да Так То есть Здесь Все Окей А в этом Самолете Не Окей Плейн Виллс Так У меня Два Материала Плейн Виллс Один Из них Видимо Неправильный Так Давайте Посмотрим Карпет Это Третий Материал То есть Первый Плейн Виллс С Два Три Это Не То Карпет Починилась А это Я Так Ладно Давайте Знаете Что Самое Главное Сделаем Сегодня Нужно Посмотреть Работки Ребят Вот То есть Помог Теперь Я Спасибо Не на что Обращаюсь Так Нервус Привет X-Scenary От Cessna 172 Да Это Она Ну Насколько Мне удалось Ее повторить По сути Да 172 Cessna Привет Я играю Моделингом Занимаюсь Делал локацию Для Симулятора Хороший Самолет Cessna 172 Лучший Самолет Я считаю Так Могу Кинуть Лоу Поле Самолета L29 L39 L14 Ого Круто Ну Наверное Уже Не надо Было бы Конечно Здорово Если бы Ты мне Месяца Два Назад Про это Написал И я бы У тебя Какую-нибудь Модельку Был бы Заюзал А сейчас Уже Наверное Вот так Оставлю Вот Ну вообще Если кинешь Посмотреть Просто Было бы Прикольно Я бы Глянул Так В России Братовые номера RA Начинается Заканчивается Вощный G Типа RA 100 А я не знаю Я вот эти все Маркировки Всегда пишу Типа От балды Я имею ввиду Что Я обычно Кодирую Там какой-нибудь Ну типа GR8503A Это типа Мой никнейм Граммофон Вот 03 Это День рождения А А это Первая буква Моего имени Вот так Так Могу в формате Блендера Кинуть Блендер 2.9 А ты чем занимаешься Вот делаю Локацию На продажу Unreal Маркете Соответственно Вот что успел За 3 месяца Сделать За 4 уже Уже 20 число Все Финишная Прямая Силы Закончились Хочется Уже Сбросить Этого Это чудовище И продолжить Делать Что-то дальше Дальше просто Про псы Порисую Какое-то время Потому что Уже не могу Лучше Напиши Бортовой Номер Так Будет Пореалистичней Не знаю Надо подумать Я Ну Тут Не цель Сделать Реалистично Тут Цель Как-то Это По-своему Что-то Хотя Так Куда скинуть Модели В описании Под стримом Должен быть Вконтактик Мэй По-моему Или нет Если нет То там Есть Дискорд И В Дискорде Так В Дискорде Как Мне надо Какой-то себе Роль Выдать Вот В Дискорде Я вот так Выгляжу Антон Пыльков А у меня Вот корона Есть Владелец Сервера Вот В описании Есть ссылка Так Окей Там по опыту Кривая сетка Может быть Развертка И запечка Есть Все есть Ангар Очень похож На ангар На аэродроме Знакомым Слушай Я собственно Вдохновился Этим ангаром Это Да Какой-то ангар Есть парень Который на ютюбе Записывает ролики Про Малую авиацию И Там Собственно Был Ролик Где Вот этот Ангар Фигурировал Я его сильно Переделал Вот Но Смысл примерно Такой Что там У них еще Пристройка Была Вбок И Больше Развалин Всяких Самолетов Вот Но мне Очень понравилась Вот эта Вот арка И я решил Что Утащу ее К себе И попробую Что-нибудь На основе Этого Придумать Получилось По-моему Прикольно Кудри ФМ Да Да Это у него Был Так Что-то я пропустил Чьи-то Сообщения Изделие Номер 278 Да Такой Чугунный Самолет Литой Полностью Так Эксперимент Это все Твои Модели Да Это все Мои Модели Мои родненькие моделюшечки Кстати, я тут немножко схалявил Допустим, у меня Прошлая Локация была небольшая комнатка Морговая И в ней у меня, собственно Был вот этот вот Огнетушитель я утащил Вот этот стол Стеллаж я тоже делал Но он в итоге не вошел Что-то еще я утащил оттуда А Этот бак Да, его тут плохо видно Мусорный бак Типа вот такой Вот Так что, не знаю Никогда не выкидывайте свои модельки И никогда не знаешь, где они пригодятся Потому что Вот из-за этого, мне кажется Это экономится время Так, LocalBitcoin На Берлин Ну да, ну да Спасибо, дед, за победу Вот это все Такие, типа, наклеечки сделать Так 0.4 Tosses Спрашивает, сколько занимается 3D Ну, прям вот так плотно Наверное, вот второй год Не знаю, заканчивается До этого я До этого я Очень долгое время Ну, то есть 3D-шкой Примерно занимаюсь Лет, наверное, 8, 9, 10 Но именно Прям так плотно И именно по игровой графике Вот последние пару лет Так Так Ты сам делал все эти модели для проекта? Да Я, честно говоря, припух их делать И часть, кстати, попала на стримы Того, что делали Я, честно, даже и не вспомню, что именно Ну, всякая мелочевка в основном Не знаю, на стримы тяжело моделить По сути, да Так В реальности ангар здорово Помню, ворота делали Ага Могу ВК кинуть? Нет, ДС Да, отлично Кидай ВК Так Да, выглядит круто Этот заказ Нет, это я делал на продажу В Unreal Marketplace А потом, надеюсь, в Unity Ассетстор А потом на все остальные магазины Которые Продают модельки Там разные версии, да, и все Ок Баткет, здорово Так Какие модельные более ходовые На CGTrader Тебе никто не ответит на этот вопрос Какая тематика Опять же, ну, я не знаю Честно Там есть аналитика Я не понимаю, как ей пользуются Пока что Причем, мне кажется, там Есть люди, которые Ну, то есть, вот эти Неэффективности рынка Сразу забивают То есть, они смотрят Если в аналитике есть Какой-то запрос По которому Неудовлетворенный спрос Они тут же удовлетворяют этот спрос Закидывают туда модельки Поэтому Фиг его знает Что там вообще делать Я просто стараюсь Делать Разное Скилловое После ангара Может быть, попробую именно Поресерчить эту тему Сейчас прям Вообще ничего не могу посоветовать Так, подскажи, пожалуйста У меня средний компьютер По мощности Но рендер на блендере Очень длинный По 14-30 часов Что мне делать? Может настройку что-то подкрутить? Так, ну это, наверное, про Cycles Я, к сожалению, ничего не подскажу То есть 14-30 часов Ну, да Скорее настройки крутить Попробуй Поискать Типа ускорение рендеринга В блендере Cycles Но попробуй на английском языке поискать Вот На ютюбе Скорее всего, ты увидишь ролики, которые Ну, если ты английский не знаешь, непонятные Но они хотя бы покажут Типа, что они там тыкают На что это? Что к чему-то? Так, последние пару лет игровое До этого работало в CAD-программах А, это вопрос Последние пару лет игровое До этого работало в CAD-программах Последний CAD-программа В которой я работал Это был Господи, в институте мы чертили В автокаде В 2001-м Там была какая-то старая версия автокада Но она, поскольку у всех стояла и работала Не хотели на новое переходить На предприятие Так, Марк Дандибаев Добрый вечер, крутые стримы Спасибо, приятно слышать Так, если не секрет, сколько примерно за это заплатят? Я пока не знаю Я пока не выложу и не посмотрю статистику за год продаж Не смогу предположить даже Возможно, 0 долларов Возможно Много долларов Так Воу-воу, чат Что происходит? Так, сможешь оценить Мы работаем в 5 дискворде Да, посмотрим сейчас В конце смотрит, работает Да, за двумя мониторами работаете Да, два монитора Мне кажется, это вообще прям Must have Так, кибершок Прикольно Кибершок Ого, это что? Level design Full pipeline Так, точно Прям все это Все по жести Блин, давайте посмотрим С чего все начиналось Это прям Выносная история Так Теперь мне надо понять, как это сделать Так, ангар Нет С Сейчас надо разархивировать Он интересно Подцепится Прям так Сохранить Если я просто запущу Работает Опачки Что-то началось Возможно, сейчас это Начнется Так Про edge craze Можете осветить С трудом Понимаю, что это Edge craze, наверное Не знаю Ну, они Ну, они, по-моему Выпрямляют В subdive Subdivision surface Модификаторе Я ими не пользуюсь Поэтому Не подскажу Так, как можно зарабатывать На 3D Устроиться на работу 3D-шником Либо продавать Модельки на стоках Либо Freelance И делать Тем, кому 3D-шка нужна Ну, то есть Вопрос очень Такой Общий Поэтому и ответ Такой общий Ну, по сути Вот Направления Такие Способы Три Во всех Трех Есть Такие Типа Под Под направления Я думаю Самое главное Это Во-первых Тебе нужно Понять Хочешь ли ты Вообще Связать Свою жизнь С 3D-шкой И Нравится ли тебе 3D-шить По жизни Если да Тогда уже Можно задумываться О работе Вот И Имеет смысл Там уже Допустим Попытаться понять Какое именно 3D тебе нравится То есть Там же есть Интерьеры Всякие Есть Игровая Графика Есть Кино Мультфильмы Опять же Вот Нужно Что-то Одно Выбрать И бить В одну точку Так Джан МакКаллистер Спрашивает Привет Что делаешь Делаем Локацию В Unreal Engine На продажу Блин Я сейчас Закрыл Клевую И открыл Беспонтовую Ты наверное Подумаешь Такой О Да ты в самом Начале пути В общем Начиналось Вот Всего Вот с такой Штуки То есть Все было Максимально Такое Драфтовое Кстати Еще Челик Есть Можно Побегать Пиум Ну Вот Как То Так У меня тут была секретка Короче Можно запрыгнуть На крыло И там Запрыгнуть Потом Наверх Под козырек Вот Как-то так Это выглядело Четыре месяца назад Блин Чертовски Приятно А теперь Это выглядит Вот так Слушайте Ну Чертовски Приятно Смотреть Ох На душе Прям хорошо Не зря Время потратишь Просто Ради этого Мгновения Так Что у нас Еще Подписано Так Воу-воу Давно не заглянул До целого Произведения Искусства Хорошо Вечер Джон Конрад Привет Рад тебя видеть Да Спасибо Тоже нравится Так Вы фрилансер Или работаете На какую-то Компанию Я Скорее Фрилансер Ну то есть Я не знаю Я на стойке Рисую Но это Не основная Моя работа Это Скорее Так Три Монитора Три Монитора Мне кажется Перебор Хотя Так Так Ладно Пошел Модель Дрон Потом Запись Посмотрю Хорошего Стрима Счастливо Марк Рад Что Зашел Так Я Учительный Ноутбук М10 Лет 1 Гб Видеопамяти 8 Гб Против Камин Железу Стоит Брать Сейчас Для 3D Не Волки Ну Максимально Хороший Это Вот Насколько Глупо Не Прозвучит То есть Имеет Смысл Если Брать Видеокарту То Это Должна Быть NVIDIA Потому Что Она Поддерживает Куду Это Во многих Местах Типа Ускорение Дает По Оперативной Памяти Я Б Сказал Что 32 Гигабайт Ну И Процессор Чем Лучше Тем Лучше Вот И SSD Обязательно Иначе Невозможно Просто Так Игровая Графика На связи Отлично Так Уже Есть Заказчик Для Продажи Для Продажи Я Еще Не Знаю Надо Отправить В Магазин И Получить От них Список Исправлений На Три Листа Так Хочу Услышать Мене От Профессионал Я Ну Ладно Сделаю вид Что я Профессионал Что лучше Unity Или Unreal Engine На самом деле Без разницы По моему мнению То есть Там скорее Нужно смотреть По Ну Типа Для чего тебе Этот движок Если Для коммерческого Использования То нужно смотреть У кого Более Выгодные Условия По моему У Unreal Более Выгодные Вот Но Если Прямо так Брать Unity Или Unreal То В каком Движке У тебя Больше Опытов Таком И Продолжай Я бы так Сказал А если Не в одном Нет Опыт То Возьми тот В котором Там Типа у них По языку Программирования Они различаются В Unity По моему Все Так C C Sharp В Unreal А C++ В Unity Или нет Я не помню Короче где Если ты владеешь Одним из этих языков Программирования То Все Движок ты выбрал Потому что Нафиг Переучиваться Вот Если ты Не Программируешь Не умеешь Не понимаешь Что это за Движки За языки программирования Тогда тебе без разницы Какой движок Они тебе оба подойдут Работа безусловно Крутая Найс Так Слушай Не знаю как в блендере Выровнять объект Чтобы он встал по осям Если Или надо гадать По вращению с градусами Alt R Нажимаешь Он сбросит тебе поворот Если у тебя Ты его только не применял Так Мне кстати Собственность Не тянет Гружу объект Как-то он вылетает Вау Странно Так Friendship От Unreal Engine Что ли Так точно Так Артема Привет Как дела Привет Нормально Как сам Так Всем добра Добра Не тянет Сам Ставь 3D-код Неплохо Амбассадор 3D-кода В чате Так Это все Клады Не знаю C++ В Unreal Engine Перепутал Значит Да В Unity C Sharp Или Javascript Но там Не чистый Javascript Он там Какой-то Это Хитрый Специальный Javascript И по-моему Они от него А Javascript Возможно Так Так Причина Уе лицензия На 1000 Долларов Выше Налоги Unity Лицензия Жадность Отдать Очень плохую Лицензию Лучше Берите Вхоз Движок Godot Или Stride Бесплатно На все 100 Ну да Кстати Godot Я не знаю Как он по 3D Но Он Типа Да Полностью Бесплатный И Можно Не забивать голову Хотя Я Честно говоря Не понимаю Типа Вы прям Реально Надеетесь Что Сможете Заработать 100 тысяч Долларов Там А если Заработаете Я Не знаю Мне кажется Можно И поделиться Так Поворот Не применял Взял Спутник И снег Но Ты Помнишь По Ася Ну Вот Если Объект Ты Поворачивал А тебе Нужно Потом Вернуть К Ася То Альт Р А если Нет То На Глаз Многие Русские Загадут Энжин Ну Возможно Так Как Насчет Fusion 360 Что Ты Знаешь Ой Много Вопросов Я Успеваю Чат Остановись Отличная Программа Кадовская Для Рисования Всяких Хардсерфейсов Очень хорошо Так Отличный Совет По поводу Выльтов Сабстанца Триангла Клады Я так понимаю Ты спрашиваешь Вот типа Модельки Ну как Там все Треугольниками Потому что Любой Игровой Движок Он При импорте Модельки Все разбивает На треугольники Так что Скорее Это все Треугольники Так Я на твоих Видиках Учился В блендере Работа Спасибо Круто Объясняешь Раз что Пригодилось Черт побери Все было Не зря Так Наверное Уже С вами Вопрос Модель Дальней Что-то сегодня Народу что ли Много Очень Это активность В чате Так Активность В чате Ребята Я собираю Деньги На монитор 2К Очень хочу План Собрать К 2024 Году Пожалуйста Донейшн И ссылка В описании Буду признателен Боит Донат Асиб Даже Так Роблокс Так В UE Есть настройки Чтобы писать На джаваскрипт Но с доками Там не очень Не верко А Милджс Ну Я думаю Это как и со всеми Ненативными штуками То есть По хорошему То да Вроде как Благое намерение Чтобы это все было удобнее Но получается Так себе Именно вот Ну С документацией Всегда беда Так Есть ограничения На стоках А Ты про это Типа Про Клады Нет Ограничений нет Ты сам себе Их придумаешь Так Годот Надо брать Короче Подсказывает Слушай X-Cenery Не подскажу Не знаю Нужно видеть Глазами Иначе я не понимаю В чем задача Так Ладно Ребят Давайте посмотрим Работки И будем заканчивать На сегодня А то меня жена съест Если я задержусь И Не поужинаю И вообще Ужинать так поздно Вредно Так Я уже забыл Как Где проверять Работы Так Давайте Смотрим Дискорд Похвастаться Работой Так Что у нас Последнее было Был вот этот Вот чувак Я помню Хороший Бэткэт Скинула Вот такого Зомбика Так Что это у нас тут А это 3D код Кстати учеток мне нравится вот сырок мне кажется очень ассоциируется здорово с эту это как сыр с плесенью этот зомби Так Текстура на отдых блендере Анимация, Artstation О, Artstation, все Луик Кто на Artstation Скинул, тому Хвала и почет Лайк Так, смотрим, где анимация Вот анимация Так, кувыриваем О, люблю такие штуки Единственное, вот Глаз зацепился, пружинка там В воздухе повисла Установилась, типа такая Было прикольнее, если бы она уперлась и отпружинилась назад Но это, наверное, так себе сделать Так, рессора Чик-чик-чик Не здорово, что из вида теряется Вот эта штука Ну, прикольно Мне понравилось Кайф, молодец Так Врум-врум Таааак Виталик сделал новую штучку Так, она уже на Artstation Я ее по секрету уже видел Я уже все сказал Так, на Виталика я рекомендую всем подписаться Он очень крутой Во-первых, текстурщик Во-вторых, 3D-шник В-четвертых, просто хороший человек Кайф Проволочка мне нравится Так, ну поскольку это стрелка То здесь нужно часы Потому что они тоже со стрелками Так, Эдвард Элрик Выложил лампу А что здесь светит? Как будто лампочки нет Но прикольно Мне нравится Так Рекомендую обратить внимание на две вещи Первое Это Ну, непрошенные советы Я бы рекомендовал Не делать ровное все Это раз А второе Приступать к текстурингу Мне кажется, откроешь целый мир для себя Это, конечно, непросто Пока не думай о запекании Попробуй просто поразворачивать И попробуй потекстурить Вот И я бы еще Перед тем, как делать какие-то Вот такие штуковины Есть ощущение, что она из головы делается Делалось Попробовать делать подготовительный этап Собирать какие-нибудь картинки, референсы Вот У тебя прям на голову вырастет Качество вот этой всей истории Так Поэтому держи фонарик Так Спойлер Так, я думаю, там Надеюсь, нету Сексуального контента Нету Отлично Классно Динамичная очень поза Мне нравится Так Танцующую женщину поставим Так Тьера Делал очередной меч Уф Кайфушки Слушай, Тьера Есть Мысль, что тебе нужно двигать в сторону Подачи работ У тебя очень клевые модельки Но они скучно поданы Имеет смысл попробовать Первое Это Завести какую-нибудь сцену Возможно, типовую Где у тебя будет какая-то поверхность Типа стола Или кузницы Там Или где это может делается Или оружейный Короче, какая-то поверхность На которой, типа, этот меч полежал И на него Либо запекать Либо как-то настроить Чтобы тени были Красивые и интересные Вот И Оно так гораздо веселее будет выглядеть Чем, вот, типа В пустом вакууме Там В какой-то бездушной студии Потому что Вот эти штуки Они же ручной работы Вот И им как раз Вот не хватает Какого-то Какого-то интима Художественности Мне кажется Вот так Обесценивается Вот эта художественность Когда вот такая подача Мне кажется Если что-нибудь такое Подумаешь в этом направлении Будет прям кайф Вот Ну Не знаю Моделька норм Мне прям нравится Ножик Так Доку скинул Припять Тестирование Геометрии Note Editor Ого Геометрии Note Editor Ишь По-моему Неплохо Так Нету такого Вот так Сигаретку Так Газмит Газмит Лополька Это Хайполька Лополька Кайф Вообще Выглядит клево Вообще Стволы делать Как я уже говорил Это очень классная штука С точки зрения упражнений Там много Где можно Помоделить Вот Первая штука Всякие интересные Сложные При этом Довольно понятные Геометрические штуки Вот Второй момент Что там можно Именно Это комплексная Сложная штуковина Вот И Очень хорошо Там Усваивается Штука Что она состоит Ну Лучше моделить Кусками То есть Ты отдельно Делаешь Глушак Отдельно Делаешь Там Приклад И так далее Вот Потому что У начинающих моделеров Допустим Есть такой Глюк в голове Что все нужно Делать одним Куском А на самом деле Нет Нужно разбивать На мелкие кусочки Тогда у тебя Сложная Комплексная вещь Будет состоять Из большого Количества Простых вещей Которые уже Легко и не страшно Моделить Вот Поэтому Я не знаю Мне кажется Вот эти пушки Это идеально Чтобы прокачаться Именно в моделинге Надо ссылку На Artstation Так Пистоль Клевый Тут просто лайк Закошу Вот такого Это Это кайф Так Заказ Ну Тут прям Все хорошо Вот тоже Техника всякая Она вот тоже Про это Мне кажется Много Простых вещей Складывается В одну Большую Сложную Урал 375 Звучит Страшно Так Машинку Так Привет Это Эксперимент Эксперимент Эдем Нужен совет Делал Блендри Совет А совет Чего Так Совет Так Ну какой-то Маленький Компуктер То есть Я бы здесь Обратил внимание На Пропорции Они довольно Странные Вот Есть ощущение Что очень мелкий Паркет Хотя он В принципе Наверное Не намного Меньше Реального При этом Мелкие Наушники Ну Очень какой-то Маленький Монитор Или это Моноблок Потому что Я не вижу Системного Блока Если это Моноблок То они Обычно Наоборот Большие Ну вот Как-то Так По пропорциям Наверное Я бы поправил А так Все здорово Я бы Может быть Еще на Монитор Какую-нибудь Картинку Поставил Или Зажег бы Лампочку Что Это Все-таки Включенная Штука Я так Понимаю Здесь Нету Проводов Может быть Попробовать Какие-нибудь Провода Сделать Оно Добавит Реалистичности Короче Есть ощущение Что Несколько Все Квадратное И Очень Идеально Ну вот Книжки То что Положено Поставлено Блин Хотя Вот Книжки Тоже Какие-то Все Маленькие Не Блин Побольше Разнообразия Я бы Сделал Короче В этой Сцене Не хватает Какого-нибудь Виртуального Мужика Поставить И Сразу Понятно Какие Объекты Маленькие Какие Большие Сейчас Есть ощущение Что они По пропорциям Скачут Туда-сюда Вот Так Ну что Ребзи Мы вроде Закончили Так Я сейчас Открою Чат Окажется Что Стрим Упал И Никто Ничего Не Видел Так Пока Не сделал Artstation Так Прикинуть Можно Текстуре Березозаведки Нельзя Текстуре Текстуре Я не помню Как это делать Экспорт Так Все Не докидываем Вот После этого Ладно Вот этот автомат Последний Смотрим И все Заканчиваем Эмм Тааак Суппенд Мир Надо как в жизни Отдельные детали И все Отдельно Вот Правильный Тезис Так Пока еще не создал Artstation Как сделал MP7 Создал Найс Тогда Еще раз Кинешь И лайкну Все Кусками Так Для любого Текстуринга Нужна Развертка Все верно Есть альтернатива Раскраска По вертексам Ну Такая Альтернатива Мне кажется Лучше Текстурирование Именно Текстурами Изучать Так Можно сделать Отдельный Стрим Регулярно По более подробному Разбору Работ Вообще Я не знаю У меня была Такая мысль Что В конце Стримов Больше не делать Разборы А делать Там Раз в месяц Раз в два Месяца Отдельный Стрим Да По разбору Наверное Так и поступим Так Сможешь Мою работу Через инсту Посмотреть Или только Дискорд Только Дискорд Сорренд Вот Надо Да Более Подробно Наверное Я не знаю Так Ну Тут по-моему Все отлично Ну прикольно То что По сути В этом В фьюжене Можно такие штуки делать Я единственное Не могу Понять Только Насколько Там удобно Вот эти все Инструменты То есть Насколько я понимаю Фьюжен Он позволяет Именно не переживать Из-за топологии Вот И Ну Меньше порог Вхождения По сути Получается Я бы даже сказал Не порог Вхождения А то Что у тебя Голова Меньше занята Сеткой Больше занята Дизайном Вот И это Огромный плюс Фьюжена Вот Другой вопрос Насколько там User-friendly Интерфейс И можно делать Такие вещи быстро Потому что Я насколько помню Там начинал Было все дико Непривычно Там во-первых Все по-другому С точки зрения Именно Моделинга То что там Поверхностные Вот эти все истории Вот Как-то так Ладно Ребзя Спасибо что Были Уже Время вышло Наше Вернее мое Пойду кушать Спасибо что Были Еще раз И Увидимся Через неделю Приходите В то же самое время В 9 вечера По московскому времени Следующий Вторник Будем продолжать Не знаю Может я уже добью Проклятый Ангар И мы что-нибудь Другое уже поделаем Все Всех целую Все молодцы Кто скинул Уработки Заводите Артстейшены Будете получать Там лайки На вот этих мероприятиях Все Вы все молодцы Всем пока А еще я молодец